Тяпская библиотека номер 2 имени Николая Жирнакова представляет вашему вниманию видеопрезентацию «Печорин и Белла» по роману Лермонтова «Герой нашего времени». В романе особая последовательность глав. Они расположены не в хронологическом порядке, не во временной последовательности. Реально, например, события, о которых рассказывается в Белле, то есть в самой первой главе, произошли уже после тех событий, о которых мы узнаем из главы «Княжна Мэри» 4 главы. В финале этой главы Печорин убивает на дуэли Грушницкого, за что его и высылают в крепость, где он знакомится с Максимом Максимовичем и Беллой. Именно замыслом автора, потребностью все более глубокого раскрытия характера главного героя, и определяется порядок глав. В начале этот характер предстает перед нами как загадка. Знакомясь с ним от главы к главе, мы постепенно и до некоторой степени последовательно постигаем эту загадку. В Белле Печорин рассматривается с точки зрения Максима Максимовича. Его не понять простодушному и неискушенному в психологических хитросплетениях штабс-капитану. Не просто понять его и читателю. Но герой, безусловно, ему интересен. Чем более загадочен, тем более интересен. У героя чувствуется сильная индивидуальность, он наделен обаянием, но есть в нем и то, что настораживает читателя. Он одновременно и сильный, и слабый, закаленный и изнеженный. Он способен бороться за свою любовь. И он же быстро остывает, не умеет любить долго. За увлечением у него быстро наступает охлаждение и ощущение сердечной пустоты. Он слишком часто скучает. Это вызывает у читателя и досаду на героя, и сожаление. В Бэйле Печорин рассматривается с точки зрения Максима Максимовича. Его не понять простодушному и неискушенному в психологических хитросплетениях штабс-капитану. Не просто понять его и читателю. Но герой, безусловно, ему интересен. Чем более загадочен, тем более интересен. У героя чувствуется сильная индивидуальность, он наделен обаянием, но есть в нем и то, что настораживает читателя. Он одновременно и сильный, и слабый, закаленный и изнеженный. Он способен бороться за свою любовь. И он же быстро остывает, не умеет любить долго. За увлечением у него быстро наступает охлаждение и ощущение сердечной пустоты. Он слишком часто скучает. Это вызывает у читателя и досаду на героя, и сожаление. Печорин – это демон, герой поэмы Лермонтова, сошедший с надзвездных миров и спустившийся на землю. Душевные миры Печорина и демона очень сходны. Например, история романтического героя не описывается со дня его рождения до зрелости или старости. Герой – статичная фигура. Характер Печорина не меняется от эпизода к эпизоду. Он сложился раз и навсегда. Внутренний мир Печорина одинаков от первой до последней повести. Он не развивается. Но зато он раскрывается в эпизодах, как в романтической поэме. Не развиваясь, характер обладает глубиной. И эта глубина беспредельна. Печорин получает возможность самоуглубляться, изучать и анализировать себя. Так как Печорин рано духовно созрел и наделен значительной способностью к критическому и мудрому анализу, то он всегда устремлен вглубь своей души. Автор предлагает читателю путь погружения в глубины печоринской души. Максим Максимович – штабс-капитан одной из главных действующих лиц романа, выполняющая функцию рассказчика и самостоятельного персонажа, противопоставленного Печорину. Интеллектуальный герой оценивается человеком обыкновенным, непривыкшим рассуждать, а принимающим судьбу как должное. Максим Максимович действует по закону здравого смысла, четко различая порядочность и непорядочность. Не понимая сложности современных ему людей и мотивов их поведения. Ему неясно, почему Печорин скучает, но он твердо знает, что с Беллой тот поступил нехорошо и неблагородно. Благодаря Максиму Максимовичу обнаруживаются и сильные, и слабые стороны печоринского типа. Но точка зрения Максима Максимовича на Печорина – это всего одна из возможных, но далеко не единственная. И поэтому в его взгляде на Печорина заключена лишь часть правды. Лермонтов подчеркивает Печорине черты детскости. В его улыбке было что-то детское, да и сам он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький. Вот только в этой детскости слишком много эгоистической жестокости избалованного ребенка. Максим Максимович расскажет о том, как однажды для смеха Григорий Александрович обещал дать Азамату червонец, коли он ему украдет козла из отцовского сада. Совсем скоро этот сюжет получит совсем другое развитие. Теперь уже Азамат украдет и отдаст Печорину свою сестру Беллу. Максим Максимович станет увещевать Печорина. «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо. Что нехорошо? Да то, что ты увез Беллу, ну признайся!» И услышит в ответ. «Да когда она мне нравится!» Максим Максимович объяснит причину странного бессердечного своего Леопечорина по-своему. «Видно, в детстве был маменькой избалован». Герой предстает в образе метафизического ребенка, свободного от знания предписаний морали. В первой главе романа мы знакомимся с Беллой. Симпатия рассказчика и автора к Белле чувствуется уже в том, как рисуется ее портрет. И точно, она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серной. Так и заглядывали к вам в душу. Тут важен не только прямой смысл слов, но и интонация, с которой они произносятся. Особенная музыка слов, которыми говорится о Белле, дает нам ощутить авторское сочувствие. Белла хороша не только внешне. В ней есть внутреннее достоинство, гордость, вся прелесть женственности. Она не сразу позволяет себе отдаться чувству любви, хотя Печорин нравится ей с первого их знакомства. Она хочет увериться в том, что тот, кого она полюбила, и сам любит ее. Любовь для нее вся жизнь. Она ни о чем больше думать не может, как о любимом. Может быть, самая привлекательная в ней черта, самая женская ее черта – верность в чувстве и постоянство. Семейное воспитание девушки на Кавказе строилось таким образом, чтобы приблизить ее к идеалу, к совершенству. Каков же женский горский идеал? Женщина должна уметь пленять красотой, манерами, любовью в движениях. Кроме того, княжеская дочь должна уметь шить, вязать и вышивать. Необходимую часть воспитания составляет обучение игре на инструментах, умению изысканно и цветисто говорить. Как видно из данной характеристики, Белла вполне соответствовала требованиям, предъявляемым Горянке. Дьявола не женщина, говорит о ней в сердцах Печорин. Что так непонятно в Белле Печорину, откуда эта дважды повторенная дикарка, дикая черкешенка? Привыкшему к обожанию со стороны женщин, потому что можно ими манипулировать, Печорину не вдомек, почему так сдержанно Белла. Белла предстает перед героем, как пугливая горная серна. Белла сдержана, как того требует горский этикет от женщины. Она не может публично проявлять своих чувств. Это осуждается, да и воспитание не позволяет. Этикет предписывал невесте хранить упорное молчание. И невеста не говорит женихом, пока он не пообещает какого-нибудь подарка. Печорин нанимает духанщицу. Она будет ходить за нею и приучит к мысли, что она моя. Постепенно Белла как будто начинает привыкать к Печорину. Но тот ошибался, полагая, чего не сделает женщина за цветную тряпичку. Белла в первые дни молча и гордо отталкивала подарки, которые доставались духанщице. Для Печорина охотника по натуре важен азарт. Он не может возвратиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает, подавай. Он добивается Беллы и заставляет полюбить себя. Но Белла не цель. Она лишь средство. Одна из многих попыток преодолеть отчуждение от живой жизни. Печорин, несомненно, фигура трагическая. Он проговаривается Максим Максимовичу. У меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли меня создал? Не знаю. Знаю только, что если я причиню несчастье других, то и сам не менее несчастлив. Ему кажется, признается он, что любовь способна открыть полноту переживания жизни. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбой. Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я за нее отдам жизнь. Только мне с ней скучно. Глупец я или злодей не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом. Воображение беспокойное. Сердце ненасытное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее, день ото дня. То обстоятельство, что уже в повести Белла центральным персонажем был избран странный герой, для читателя 1830-х годов имело узнаваемое принципиальное значение. Эпитет странный представал в глазах читателя своеобразным словом-сигналом, ибо героев, подобных Онегину и Печорину, только позже назовут лишними. В литературе начала 19 века они именовались странными. И одним из первых признаков странности персонажа становится скука. Пушкинский английский сплин или русская хандра. При этом для героя начала века скука не была выражением праздности. По словам Пушкина, скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Для постижения смысла повести и романа в целом важно понять, что слово «скука» для Лермонтова и его современников имело иное значение, чем в современном языке. То есть скука становится в Белле прежде всего синонимом душевного томления, болезни, досады, разочарования. Потому вслед за словом «скука» герой Лермонтова с горечью добавляет «Жизнь моя становится пустее день от дня». Кольцевая композиция романа символична. Она закрепляет бесполезность исканий героя, каждый случай в жизни которого проходят одни и те же этапы очарованность, разочарованность. Лермонтов не завершает роман гибелью героя, сообщение о которой отнесено к середине повествования. Кольцевая композиция позволяет Печорину перешагнуть границу смерти и жизни и ожить воскреснуть. Печорин изображен вне хронологических пределов от рождения к смерти. Сознание Печорина наделено главной способностью, скептическим анализом, который выступает и как неоспоримое достоинство героя, и как мучение, наносящее ему неизгладимые душевные раны. Сильные и слабые, светлые и темные стороны героя взаимно обусловлены, неотделимы друг от друга и способны перетекать одна в другую. Печорин, ощущающий перс судьбы, воспринимает себя едва ли не демоническим существом, злым орудием судьбы, наказующей силой. Она выступает в его глазах проклятием, а он становится ее жертвой. Смерть Беллы описана Лермонтовым мучительно подробно. Кровь лилась из раны ручьями, она отвернулась к стене, ей не хотелось умирать. Она начала бредить, голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, о брате, ей хотелось в горы, домой. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти. Печорин приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. И по контрасту смех Печорина. Он поднял голову и засмеялся. С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Виноват ли во всем этом Печорин? Безусловно, виноват. Но виноват не только он один. Вина не менее, чем на нем, лежит на том общественном порядке, при котором талантливые люди, богато наделенные природой, не могли обратить свои способности и энергию на большие и высокие общественные деяния. В итоге Печорин чувствует себя бесконечно несчастным и обманутым судьбой. Великое предназначение, уготованное ему, необъятные силы, ощущаемые им, не только не стали для него благом, но обернулись страданием и мукой. Он мужественно несет этот крест и не может примириться с ним, предпринимая все новые и новые попытки изменить свою участь, придать глубокий и серьезный смысл своему пребыванию в мире. Вот эта непримиренность Печорина с самим собой, со своей долей, свидетельствует о неуспокоенности и значительности его личности. Когда Белла умирает, Печорин не себя, а похоронив ее, неожиданно смеется, а потом долго болеет. Читатель завершает чтение первой главы и ничего определенного не может сказать о герое. Зато в нем теснится множество вопросов. Его ум и внимание напряжены. Читатель ищет и ждет ответов на свои вопросы. Если вы заинтересовались данной темой, предлагаю вам рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok